А я вот так могу Что хотим сказать Видели у нас тут обновочка Зеркала, там ручки с грузиками Рычажки поменяли Стопачок мы там поменяли Что там только не было Знаете, благодаря чему Это все Алиэкспресс Но не просто Алиэкспресс А еще и можно и подзаработать Есть некая система Друзья, хотите получать дополнительный кэшбэк На покупки в Алиэкспресс Либо в каких-то любых других магазинов Ева и так далее Все, что вы здесь можете видеть Джум, Натин, Смарти Сейл Там оставилось и так далее Куча магазинов Вот уже могу показать пример Минимальный вывод средств У нас идет на PayPal 50 долларов Здесь банковская карта От 12.35 Все, можете полностью выводить Без всяких возможностей Варианты, вот вывода Как видите, все работает Все четенько Переходите по ссылочке Регистрируетесь Просто если вам нужно перейти в Али Нажимаете Али Перейти в магазин Доля секунд Вы все же в своих покупках Заметочки Полностью ваша учетная запись Верифицируетесь Естественно И сможете покупать дополнительный кэшбэк Очень приятно и удобно И забывайте то, что также есть и реферальная программа Текущая статистика у меня 5% Чем больше у вас будет рефералов Тем больше вы будете иметь средств с бонусов на вывод Вот смотрите, 5 человек у нас 50 долларов 20 человек 200 И так далее, и так далее Очень приятно Реферальная программа работает Все четенько Пользуемся Ну что, ребятки Сегодняшняя тема видеоролика У нас будет касаться мотиков без док Как с ними вообще можно ездить у нас в Украине Все эти вещи Плюсы, минусы Но сначала Я вам покажу Какие у нас бездорожья Конечно же Как мы проедем этот участок Насколько быстро Это вообще просто Да? Вот, у нас такие тут предприятия Они могут делать дороги Эх Тут столько этих грузовиков ездит Что просто, я не знаю Просто, ну блин Они долбят эту дорогу несчастную Вот так Что-то вы посмотрите, какой тут трафик Вот даже просто машины едут Все ползут Тупо ползут, бля Я охренею Все едят как хотят Это фигурное вождение Тут у нас, да Никаких правил нет Вот Пожалуйста Пожалуйста Кто как хочет, так и дроча Как кажуть Ну вот так вот и ездим Нормально? Это еще не все Подождите Тут чуть-чуть Чуть-чуть осталось Кусочек Приятной дорожки Даже вторую смог включить По легенькому проехаться Чтобы не грелся А то и так уже 75 Хотя это нормальная рабочая температура Но едем, едем Наблюдаем эту всю картину Да? Вообще круто Просто круто Как мы так тут ездим? Как мы так тут живем? Среди какие голыбы Эндурик нужно Да, ну и тут дальше Более-менее там Дорога такая идет Едем на свой страх Ирис Слепая зона Непонятно Выйдет кто-то Чене Ой, бля Ой, бля О Вот она дорога, бля Едешь И сердце кровью обливается Короче, ребята Говорим про бездоп Давайте я выйду Из этих, бля Нет дорог И нормально Спокойно смогу с вами говорить Потому что, бля Это невозможно С такими дорогами Ребятки Бездок это такая тема Первая Да, вы конечно Получаете плюс в том Что Вы покупаете Намного дешевле мотоцикл Тот, который будет стоить 10-15 тысяч долларов Вы можете его купить Там за 3 За 4 За 5 Да, грубо говоря Вы 50 и больше процентов Экономите на покупке Но Вы должны понимать Так как в Украине Блокпосты и прочее Там в основном Стоит полиция Вас проверят И все Вас просто заберут На штрафплощадку Мотоцикл Либо вы Отбашляете на месте Потом нереально Оттуда забрать Ну или же Вы будете платить Пол стоимости мотоцикла Или полностью Всю стоимость мотоцикла То есть Есть ли Резон брать Точно так же ДТП Если вы попадаете В ДТП У вас два варианта Съебывать Оставлять Мотик Либо же Оставаться И опять же Башлять Потому что Будут оформлять Вводить Вин-код Опять это Штрафплощадка Или нужно Отбашлять Бабло Вот Так что Акцентируйте На этом Внимание Вот Не думаю Что оно Того стоит Доколы И взять Не переживать Либо же По-любому Вам нужно Цеплять Какой-то Номер Потому что Цепляться Будут К вам По-любому Не такая Вот История То есть Нюансов Масса Масса Просто Хотя Вот я Отъездил На ZX-9R Три года Ну почти Четыре В двадцатом Году Взял В мае Месяце И вот В двадцать Четвертом Я его Продал Так же В мае Месяце То есть Вот такая Вот история Я Отъездил На поляках То есть Он был Куплен Уже Здесь На поляках Номерах Документы Все Есть Но Он был Везен В 2016 Году Сюда То есть Сами Понимаете Он здесь Находился Нелегально Вот И Вот так Вот ездили Ездили Как бы Были моменты На блокпостах И нас Останавливали Там Всего Разов Два Даже Вот Один Вам Скажет Там Больше Пальчиком Помахай А нормальный А нормальных Мало В основном Долбоебы Вот И Точнее Пидорасы Правильно Сказать Мало Нормальных Пацанов Реально Которые Понимающие Еще что-то Там Просто Опять же Штрафплощадка Либо Башляй Эти Все Моменты То есть Это Такие Нюансы Вы Либо Катаетесь По правилам Ничего Не нарушаете Не провоцируете Всегда Конечно же Можно Знать Законы Есть Статья 35 Закона О полиции Вы Можете Опять же С ними Разговаривать На основании Чего Они Вас Останавливают Доказательства И Проще То есть Все По процедуре Если Этого Нету Ну То Что Поделаешь Нету Доказательств Нету А все Остальное Это Такое Понимаете До Ёбки Повод Для Какого-то Общения Вот и Все Вот и Вся Суть Бездоков Так Купили Ну Катаетесь На свой Страхериск Я вам Говорю Это Такие Проблемы Можете Вызвать Поэтому Лучше Не стоит Заниматься Вот этим Анонизмом Если Вы Не Уверены В себе И Своих Силах Что Сможете Развалить Либо Жить Жить Определенную Сумму Для Того Чтобы Вы Могли Как-то Откупаться Вот От этих Моментов Опять же Пределы Ограничивает Вашей Езды Это Если Касаемо Спортбайка Если Это Эндуро Версия Тут Вы Уже Конечно По Бездорожью Можете Рассекать И Прочее То Это Уже Другие Моменты Тут Конечно А Все Ситуация Одна Хотя Был Спортбоки Нужны Для Этого Если У вас Этого Не Будет Ну Опять же Спортинвентарь Проще Все Эти Вещи Все Это Наказуемо Опять же Вы Будете Психологически Нестабильны Неспокойны Будете Об этом Думать Переживать Никакого Лайта Кайфа Получать Особо Не Будете Но Если Вы Такой Как Я Конечно Вам По городу Не шалить Не наваливать И все Будет Гу Самое Главное Но Также Полезно Знать Законы Там Проще Обязательно Я Как и Повторяю Есть Нормальные Типы А есть Конечно Пидоры Редкие У нас Конечно Нормальные Можно Сказать И да Ребятки Я еще Вам Не Сказал За Мотики Которые Двойники Там Где Вы Можете В Объявлении Увидеть С учета Регистрации Не снимается Это Тот же Самый Бездок Можно Сказать Потому Что Точно Так же Имейте Это В Виду Вот Поэтому Все Все Будет Хорошо Ребятки Самое Главное А сейчас Немножко Понаваливаем Да И Здесь Здесь Я Отложил Пару Кирпичей Точно Точно Продолжение следует... 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 Я ж тебе давал, Лоза. Довольный? Я знаю. Что, как тебе эмоции? Нормально. Это разрешение от родителей. Ну так родители скажут? А ты тут ехал, да? Да. Ну мы хотели что-то заехать. Ты заезжал? Ну так я заезжал вот тогда, в тот раз. Дивенешься. Давай, покеда, пятерочку. Пока-пока. Он уже договаривается. Такая на громкой связи скажет. Ну дабы мне трубку. Ну надо уже спать давай. Дуруешь, да? По-любому дуруешь. Ну давай побачим и с мамой будешь. И я тебя вот тут прокачу. Ага. Классно, классно. Пока-пока. 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 А сейчас завтра буду снимать? Буду. Пока-пока. Поговорим. Пока-пока. Давай. так я подснял наверно да подснял вот она банда металлку не могу найти привет 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 только не сильно легенько давай я твоей рукой я твоей рукой сам да передавайте привет всем класс круто до снимаю но это нормально это же велик все дела главное осторожно все ладно я поеду все давайте парни пока пока давай я помчал пожалуйста так она всю сторону слайша под трубу пожалуйста купляешь такие себе пожалуйста залазь с другой стороны тут труба на ножки ноги и держишься крепко за меня нет вот тут за талию хватаешься бля вот так сильно бля и не отпускаешь да понял все хватает 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброжелатель, блядь Нормально? Довольны? Хорошо Довольны? Пожалуйста А ты? Доволен? Что это ты? Заслали тебя? Пожалуйста Сидай Давай сейчас я прокачу и подъеду Давай, все, поехали Давай, Джарсу Поехали Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что друзья, вот такой вот видосик получился. Обратите внимание на то, что действительно есть ответственность за бездокой, который вы будете брать, неважно, это будет двойник, не двойник. Вы должны всегда понимать, что есть момент, какая-то энная сумма денег, которую вы должны хранить, чтобы отборщить, либо же просто психологически, морально быть к этому готовы. Вы уже действуете на свой справочный риск, если вы не здесь, то вы нигде.